Пятый юбилейный молодежный форум ПФО «Иволга» продолжает свою работу. На Мустрюковских озерах в Самарской области представляют свои социальные проекты более двух тысяч талантливых молодых людей. В их числе оказались и наши коллеги. Для любителей походной романтики это место – настоящий рай. Даже несмотря на постоянные проливные дожди и холод, ведь каждый нашел свой способ борьбы со стихией. В этом году я привезла свой матрас, и он очень хорошо спасает. По крайней мере, еще и при этом мягко спать. Я привезла с собой на всякий случай шапку, на случай, если очень холодно будет, ну и шерстяные носки. Все очень просто. Когда дождик, я одеваю дождевик, а греюсь ночью, как в палатке под спальником. Здесь развернуты десятки палаточных городков. В них ребята живут и готовятся к самому главному – защите проектов. 20% из них уже прошли в федеральный этап. В финале окажутся самые лучшие идеи. Призовой фонд в этом году составил 11 миллионов рублей. Тема моего проекта – разработка единого портала, при помощи которого абитуриент сможет подать заявление по всей России. Я получил качественную оценку, по результатам которого необходимо доработать проект и продолжить его развитие. Сюда я приехал на форум с предпринимательским проектом, ремонт смартфонов. Если получу грант, то реализую свой проект. Если не получится, то продолжу действовать в этом же направлении и приеду на его господь в следующем году. На площадках смен, а их 10, проходят лекции, дискуссии, мастер-классы от именитых экспертов. Действующие и начинающие политики, предприниматели, экологи, спортсмены получают здесь бесценный опыт. Для медийщиков также подготовлена эксклюзивная программа. География форума заметно расширяется. В этом году на Мострюковских озерах собрались представители со всей России и 20 стран мира. В их числе Китай, Франция, Сербия, Украина. Чувашию представляют более 80 участников. Я уверен, что многие ребята из тех, кто есть на форуме, даже если они не победят, очень вероятно, что они все равно останутся активистами и будут реализовывать свои проекты. От нашей республики в федеральный этап уже прошли 12 проектов. Татьяна Филатова, Елена Савастова, Самарская область.